У нас мозг вообще гениальная штука, да. Это же гениальная штука? Боже, это же так вкусно! Это же просто крышесносно! Это же просто восторг! Да что же вы меня все время это? Ты мне ходишь, потому что кто-то взялся за это. Руками в муке обнимает меня. Она такая у меня пышная женщина, она так вот меня обнимет. Я уткнусь к ней в нее. А хотите, я вам секрет открою? Печальный. Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно проплывет труп твоего врага. Как вы думаете, где есть хорошо? Там, где нас нет, или мы создаем сами себе хорошо? Я думаю, на самом деле, что наше хорошо, оно внутри нас. То есть, если нам внутри хорошо, гармонично, если мы чувствуем радость, если мы чувствуем биение жизни, там, где я есть сейчас, в текущей ситуации, с текущими проблемами, ресурсами, сложностями, то хорошо. Если вдруг что-то внутри не так, то есть, если есть какое-то неспокойствие или понимание, что я не на своем месте, как бы хорошо не было вокруг, внутри не будет хорошо. А вот, ну, сложности бывают у всех, да? Давайте будем смотреть в правде в глаза. Какой момент в бизнесе для вас был самый сложный? Может быть, нервы сдали, захотелось бы вот так вот, все, 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 не могу больше, не хочу, не буду. А потом раз, и пережили этот момент. Это пара конвектомат «Ретига» B611. Еду он готовит на пару, балансирует и запекает, сохраняя пользу в продуктах. Его долговечность, экономичность и простота эксплуатации заложены европейским производителем. Адекватное соотношение цены и качества говорит о том, что группа компаний «Торговый цереминал Урал» занят не только ваши деньги, а главное – ваши нервы. А как сберечь нервы? Смотрите ссылку ниже. Как вы пережили этот момент? Что вы сделали? Может, кто-то помог? Может, кто-то поставил на ноги и сказал? Так, взбудрите. Про «не хочу, не буду» – это история достаточно часто, которая встречается. Мне кажется, с этим знакомы все люди, в принципе. Особенно те, которые вынуждены принимать решения, вести за собой людей, то есть это определенная доля ответственности, внутренней прежде всего. И очень часто случается такой момент, что все, больше не могу. Все, не могу. Но мне кажется, это больше история про принятие. То есть у нас сейчас такой очень интересный век. Мы с вами стараемся быть все время идеальными. И вот эти вот стандарты, они уже прописаны. То есть, там, например, идеальный руководитель – это. Да. Идеальная зарплата – это, идеальный образ жизни – это свой. А правда вся в том, что к идеалу мы можем только стремиться, но мы никогда его не достигнем. И если вот это человеческое в себе принять, что я устаю, я ошибаюсь, я делаю какие-то вещи, за которые мне потом, не знаю, стыдно, например, то все. Ты просто принимаешь эту свою часть и говоришь, хорошо, все, я устала, я не могу, мне, значит, нужно просто выдохнуть, переключиться. То есть, правда же в том, что… Переключиться на другое. Да. Не знаю, может быть съездить в отпуск, просто в лес я хожу гулять, например. Просто, да, могу там 3-4 часа прогулять где-то там между березками. То есть, получается, бросить тяжелый момент, уйти на отдых и вернуться. А вернешься не будет хуже, где этот тяжелый момент. На самом деле, я верю в то, что очень много мы своей жизни делаем за счет своих вот этих внутренних ресурсов. И вот этот момент «все, я больше не могу», он говорит лишь о том, что, ну вот, колодец пустоват, как бы водичка-то наша живая, она уже там на дёнышке или вообще даже её нет. И, соответственно, нужно просто взять и наполнить. А наполняется каждый по-своему. Как мы сейчас разговаривали, да, кто-то идет в клуб, например, там на дискотеку с друзьями, там гашбанить и селиться. Кто-то в одиночестве дома сидит книжки. Кто-то в одиночестве сидит, книжки читает, и там, не знаю, например, как я, да. Кто-то едет в отпуск, кто-то переключается на другую деятельность, например, или, не знаю, благотворительностью начинает заниматься, да, то есть, когда ты сравниваешь свои ситуации с ситуациями других людей, которые значительно более, там, сложные, тяжелые, там, и так далее, то ты понимаешь, что нет, всё нормально, это просто надо вот, ну, надо просто пережить. Ваше предприятие со стороны смотрится очень успешным. Как давно вы поняли, в чём его уникальность? Ох! Раскрывайте, раскрывайте всё секрет. Ну, официальная история такова, что пироговое, что ли, обладает уникальной рецептурой теста, и это правда. Так, краса уникальна? Да, то есть, соответственно, мы делаем пироги по старорусским рецептам, и у нас очень сложное слоём дрожжевое тесто. И именно благодаря этому пирог получается такой вкусный. Плюс рецептуры, которые мы используем, они взяты практически без изменения из кухарной поварской книги, там, конца девятнадцатого века. Да. Где вы её нашли? Вопрос. Не мы, это же франшиза. Да, её нашли, её Саша нашёл, Бордюк, там, из Питера, основатель нашей сети. Вот. И он взял вот эти интересные начинки, интересную историю приготовления сложная, там, четырёхступенчатая техника приготовления пирога, да, то есть она идёт через руки многих мастеров, прежде чем попадает на плеваву. И он, вот, всю вот эту историю кухарства с душой, там, вот, изготовление пищи, вот, именно для знатных особ, с вот этой вот, некоторой вычурностью, с некоторыми усложнениями, он её, вот, в принципе, экстраполировал, сделал как бизнес-систему. Вот. То есть это правда. Пироги, что ли, они уникальны. Уникальны. Да. Уникальны с тестом, уникальны с начинки, уникальны с вообще историей. То есть пирог несёт свою историю, да? И очень важно не забывать о том, что мы говорим, что самое главное – это люди, то есть мастерство наших сотрудников. Кто их обучает? Да. Тех людей, которые у нас работают. И можно взять прекрасную эту рецептуру пирога и сделать неподготовленному человеку не в плане, как бы, умения делать защипы или ещё что-то, но вот без какого-то внутреннего вот этого ощущения уверенности, там, понимания, как это сделать, для чего ты это делаешь, для кого. И не получится уже такой хороший пирог. Ну, это правда. Вы сами создаёте в сети эти курсы для поворотов? Они, да, входят в программу обязательную для всех сотрудников. Это ещё одна уникальность, я считаю. Да. А как вы, Данил, средопотребителя, вот эту вот уникальность своего торгового предложения? На самом деле всё просто. Надо дать попробовать продукт. Рассказывать и упаковывать в проект маркетинги. Маркетологи нас научили, да, маркетинг хорошо очень работает. Но если вы что-то настоящее, живое видите, встречаете в своей жизни, оно не может оставить вас равнодушным. Это та же самая история, когда вы смотрите на закат, да. Вы слушаете классическую музыку, у вас там мурашки по коже. Вы встречаете человека, там, например, одарённого или влюблённого в своё дело, не такого, как все, и вы смотрите на него, затаив дыхание. И таким образом мы считываем, воспринимаем вот эту невербальную информацию о том, что это уникальный случай, это уникальный продукт, это уникальный проект. Это ситуация, которая заставляет меня почувствовать, что я живой. Они нас постоянно в течение жизни сопровождают. И с едой очень просто, надо человеку попробовать. Попробовать. То есть, подходите, здесь клюшки, да? Когда мы сдаём. Подходите, выбирайте, а потом у нас покупаете, да? То есть, это работает. Это работает, потому что… Профонарайда. Да, потому что, единошно попробовав, сначала, может быть, как бы, нет этой привычки к качественному продукту, то есть, потому что он отличается, там, например, фермерское мясо отличается от того, что мы с вами на прилавках видим. Не знаю, там, живое вот это вот крестьянское молоко, оно очень отличается от того, что мы видим, там, не знаю, в магазине. В магазине. И так далее, и так далее. И в первый момент, когда вы только прикасаетесь, то есть, когда вы только вот попробовали первый кусочек, сначала такое, да не, ну что-то не то, я не этого вкуса ожидал. То есть, есть момент такой, как бы, неожиданности. Но потом включаются наши рецепторы, у нас мозг вообще гениальная штука. Да. И мы говорим, боже, это же так вкусно, это же просто крышесносно, это же просто восторг. И все. И все. Все самое главное сделано. А у вас же сыры еще. Сыры привезти в Россию, довезти до Челябинска. А те, которые настоящие, это же многого стоит. Ну, на самом деле, мы издалека сыры-то не везем, мы их решили производить здесь. История возникновения достаточно простая, как часто она и бывает. Внешняя ситуация, она нас подтолкнула к этому. То есть, несколько лет назад, когда, как вы все помните, закрыли границы, и возникла такая ситуация, что нет хороших качественных сыров на рынке. Была проблема. Это была огромная проблема. Они же нам тоже нужны в работе постоянно. Но на тот момент у нас уже работал во всю наш гастрономический проект фермер-клаб, и у нас было прекрасное крестьянское молоко. Ну, то есть, которое мы просто покупали у наших фермеров и продавали в нашей лавочке гастрономической. И мы подумали, молоко есть, сыра нет. Надо что-то с этим сделать. Да. Вот. И мы начали пробовать. Просто варить сыры. Мы тогда подружились с технологом, с Ириной. Она сказала, ребят, ну, вообще, на самом деле, чтобы делать сыр, ну, там ничего сложного нет. Нужно просто хорошее сырье и, ну, и руки. То есть, мастер, который это делает. И мы начали пробовать. И вот в нашей сыроварне уже, боже мой, глаз поделит 6-7. И мы начали с простых сыров. То есть, мы делали брынзу, моцареллу, рикотту, качоту. Постепенно мы ушли в историю более сложных там сыров, выдержанных, выдержанных твердых, типа пармезана там. Я думаю, что вы любите свое дело, потому что вы сами любите сыры, правильно? Вы же к этому пришли. Я обожаю. Потому что я думаю, что вы в этом болели. Это правда. Ну, я искренне считаю, что либо делать то, что ты любишь, либо не делать вообще. Потому что, ну, эта история про то, как мы любим себя обманывать, про то, как мы любим себя, как бы, ну, попустительствовать своим страхом или там еще каким-то вот негативным моментом. Правда же в том, что если ты делаешь то, что ты любишь, то ты счастлив как минимум в тот момент, когда ты это делаешь. Да. А если получается, что твои действия, результат твоей работы, он приносит радость и счастье хотя бы на секундочку кому-то еще пользу, то ты уже свою жизнь проживаешь не зря. Ну, то есть это моя внутренняя концепция, моя внутренняя философия. И там, когда я вижу, что, не знаю, наши сыры грызут, там, трехлетние, например, дети, я считаю, что, ну, как бы это все... Это много стоит, что родители позволят. Ну, конечно. То есть получается, что это прям вот... Месу только полезность. И достаточно часто, когда я выезжаю, например, в Екатеринбург или в Москву, все говорят, да не, не может быть, ну, сто процентов это сыр не из Челябинска, где вы там можете как? Это же точно пармезан или там это же точно грана подано. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Да. Мы делаем сейчас порядка 20 сортов, ну, вот базовых, которые постоянно есть в наличии, которые мы продаем оптом нашим покупателям. Вот. Ну, они прям такие хорошие. вкусные, интересные, настоящие, потому что если, ну, то есть там есть определенные технологические моменты, мы стараемся их отслеживать и выдерживать, чтобы максимально качественный продукт попал. Здоровый, натуральный, живой. К вам на стол. Ну, я надеюсь, у нас все получается. То есть мы выявили, в чем ваше счастье. Перед вами ледогенератор, мясорубка и притюрница производства компании Россо. Под этим брендом выпускается более 30 наименований профессионального оборудования для предприятия общественного питания. Все это объединяет концепционные принципы. Техника должна быть безопасной, долговечной и простой в эксплуатации. В группе компаний торговый терминал Урал знают, что такое настоящее счастье для рестораторов. И поэтому у них на складе всегда в наличии техника Россо. Счастье в движении, а не в достижении цели, да? Почему? Ну, цель достигнут, уже приятно. Ну да, ну просто я говорю про то, что счастье, во-первых, оно как бы внутри нас, да, это ощущение внутренней радости, счастья, света, который либо ты несешь, либо нет. И счастье оно в процессе достижения. Конечно, когда мы достигаем каких-то целей и результатов, это очень классно. Но не надо обманываться, что я стану счастливым, достигнув чего-то. То есть, если нет вот этого ощущения наполненности и радости в процессе, то, скорее всего, и результат не даст тебе того, что ты ждешь. Ну вот этого вот, счастья, я не знаю, там, денег, успеха, ощущение биения жизни. Ну все что угодно, да? Вот. А если в процессе достижения каких-то целей, задач, в процессе нашей ежедневной, ежеминутной жизни, мы чувствуем, ну, блин, да классно же все, хорошо же, ну. Просто вот я ехала сейчас, думаю, господи, спасибо тебе, какое небо сегодня голубое, чистое, красивое, просто же клак. Снег блестит, сверкает и уже хорошо. Вот. Давайте зайдем сейчас к теме такой, про бизнес, поговорим про Челябинск. Наш любимый, да, где мы живем. Вы выросли? Да. Я родилась и выросла. Вот, видите, это ваша родина. Процветающий Челябинск, по вашему мнению, или, может, какое другое мнение есть? Ну, та информация, которая сейчас в свободном доступе есть и обсуждается, она говорит о том, что Челябинск сейчас переживает не лучшие времена. На самом деле, я от политики достаточно далека, поэтому какие-то, там, прогнозы или оценки давать с точки зрения, там, экономической, политической ситуации в городе я не возьмусь. С этой стороны скажи, как вы считаете? Да, я считаю, что мы можем сами, каждый для себя принять вот это решение. То есть, я живу в городе в каком? У загнивающим, увядающим или процветающим, который меня вдохновляет. И нравится, люблю. Да, на самом деле, правда в том, что я в последнем году очень много путешествовала. В основном, естественно, это связано с работой. У меня огромное количество рабочих командировок, там, по всей России. Там, я могла за один месяц, там, 3-4 раза выехать куда-то, там, не знаю, в Тюмень, в Екатеринбург, в Москву еще куда-то. Но каждый раз я ловила себя на том, что я возвращаюсь в Челябинск. Если это самолет, аэропорт, если это со стороны Екатеринбурга, мы въезжаем в город, в трассы. И одно ощущение не давало мне, ну, как бы, я его не понимала. И в какой-то момент я осознала это ощущение, я дома. Вот когда ты постоянно на колесах, когда ты постоянно с людьми, это череда огромная, череда событий, лиц, имен. И вот этот момент, дом, он прям наполняет, он успокаивает, он дает силы. И каждый раз я вот приезжала, я понимала, боже, как хорошо, господи, как хорошо. И несмотря на нашу, там, экологическую ситуацию, политическую ситуацию или какую-то еще, вот только здесь я чувствую, что я дома. И мне часто говорят, Арина, мы поехали, там, не знаю, покорять Москву, Екатеринбург, там, еще что-то, там, не знаю, в Швеции мне работу предлагали, там, еще какие-то моменты. Ну, это же не дом, ну, то есть, вот не будет же вот этого вот ощущения. То есть, дома сложно уехать, да? Сложно. И я думаю, что в этом нет никакой необходимости, потому что… Вам комфортно здесь? Нет. Это однозначно и правда. Но я думаю, что… Ох, я не тот человек, который бегает от сложностей. Да. То есть, на самом деле, когда он где-то длиннее, сложнее через Буэраке, Арина туда пойдет 100%. А где у нас в Челябинске слабое звено? Почему мы не процветаем, так как процветают другие города? Тот же Екатеринбург, да, вроде здесь два часа езды, и вот он, другой совершенно мир. Почему? Где у нас слабое звено? Почему тормозится нас обратно? Ну, это же очевидно, что в структуре власти, то есть те люди, которые управляют нашей областью, принимают ключевые для области и, соответственно, для нас, для людей решения, в какой-то момент времени они просто пошли не туда. Вот и все. Потому что все прекрасно помнят, что, например, там, условно, 10 лет назад или 15 лет назад в Челябинске, Екатеринбург мы были примерно на одном уровне. Да. Екатеринбург был просто чуть-чуть побольше, а Челябинск был более там промышленный, да, то есть больше заводов там и так далее. Просто Челябинск не строилось метро. Не строилось метро, да. И, соответственно, в какой-то момент времени произошел вот этот разрыв, потому что люди, руководящие, там, принимающие решения, ответственные за область Челябинска, ну, за Челябинску пошли в одну сторону, там, Свердловщане пошли в другую сторону. И получилось то, что мы сейчас видим. Но, на самом деле, убежать от проблемы и сказать, все, я поехала там, не знаю, в Тюмень там лучше, можно. Почему бы нет? Каждый человек решает, да. Да, но, с другой стороны, я думаю, что это все-таки какой-то внутренний, ну, побег от себя, что ли. То есть себя-то мы всегда забираем с собой. И если я могу сделать хорошо себе здесь, если я могу попытаться хотя бы сделать хорошо для близких, для меня людей, не для всех, да, мы как сейчас поговорили, то почему бы нет? То есть почему бы не сделать это здесь, где это нужнее и важнее? Потому что именно здесь, в Челябинске, когда мы там говорим о том, что нам сложно, у нас проблемы с экологией, там, с деньгами, там, с чем угодно, то, соответственно, здесь необходимо прикладывать те усилия и использовать те ресурсы, которые у меня есть. Это моя личная точка зрения. Поэтому я выбираю оставаться, я выбираю делать, я выбираю, пусть маленькими шагами, но продвигаться к там заданной мне, мною же цели, чем ретироваться и искать лучшие судьбы где-то. Ну, вот искренне, совершенно, это моя просто точка зрения, я ее не навязываю, но вот это то, что я думаю. Челябинск – ваша родина. Что значит любить родину? Здесь начинается компания Торговый терминал «Урал». Она ведет поставки торгового оборудования и оборудование для общепита по всей стране. А значит, как и Россия, нигде не заканчивается. Любить родину – это… ну, вообще, на самом деле, родина – это наши корни. Я считаю, что человек, любой человек – это как дерево. Он растет и развивается, но корни у него всегда в земле. И я считаю, что Урал сам в себе – это совершенно уникальное место. И Челябинская область с нашей роскошной природой, с огромным количеством озер, с уникальными памятниками культуры, национальными всевозможными парками или еще чем-то. Например, в Шердловской области я тоже знаю есть. То есть наш Урал – это такая сильная очень земля. Я все время говорю, что для меня Челябинск – это место силы. И для меня родина – это про то, где я, естественно, родилась и выросла, про то, где я хочу прожить свою жизнь и умереть. И я понимаю, почему. То есть это место, которое меня наполняет, напитывает, помогает. И, соответственно, я готова в благодарность или в обратную связь тоже что-то для этого сделать. Заречь любовь в Челябинск. Да. А Челябинск к вам. Да. Челябинск вас любит. Очень-очень надеюсь. Распитание вашему бизнесу. Я надеюсь, вы приглашенные. Конечно. Да. И, ну, спасибо, что приятно пообщались с вами. Спасибо. Да, спасибо. Было очень приятно. Спасибо. Спасибо.